всем снова привет и вот наконец-то наступил этот день когда в x4 вернулись бароны мы будем начинать новую игру естественно посмотрите только на эту станцию какая красота блин как и не терпится уже давайте новая игра смотрим что нам kingdom and ухты геральт королевы почему-то недоступно а почему возникновение так ладно как не переведено нифига стартуем но бу йохансен то есть не заборона мы стартуем ну ладно я не буду сейчас на ходу переводить не очень хочется этого если честно по ходу игры что ну там диалоги буду так в общих чертах передавать стартуем как только содружество начало перегруппировку пересоединение блин я не успею так ну короче мы снова получили сведения весточку от королевского тупика вороны процветают и использовать изучают врата ну короче мы решили исследовать это все это дело говорили блин в карточке что он да русский язык есть обманули но оставили тогда хотя бы звук на английском все-таки блин было бы хотя бы лучше так все вход в систему утренняя звезда проложить путь путь к этот сам дочь как это еретик крови ретиков некоторые дополнения к нашей экспедиции я не успел пока мы исследуем краткие вступления в экспедицию но манкарета приветствует вас это так как способного офицера экспедиции ну то что по и появившись врата мы воспринимаем как дар свыше мы не понимаем у нас недостаточно знаний понимать эту технологию альянс слова коллектив ученых это это ты ну короче они соединились там коллаборация все дела и довольны рады тем что новые врата открылись и посылают туда дрон ну во врата новые летная школа да на кой мне летная школа пока что все попытки ученых взаимодействия с вратами провалились спящие в это в крае ретиков показывают нить не часто и не успеваю да это больно он быстро разговаривает если в бароны реально научились управлять вратами последствия будут более чем значительные ну давайте сами узнаем эта экспедиция служит разрешить но множество неизвестных в этой ситуации мы продолжим засоединение с баронами так мы мы можем найти также флот ксенонов встречающих нас блин давай отключим это нет крыши крыши все взять управлять кораблем исследователь агрессор а где он о по-русски что-то началось нужно убедиться что все в порядке это вот это что ли нет не это явно кто-то нам дал сразу ух исследователь возможно ваше внимание сфокусируется да 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 ну короче горит про то что у меня есть разведчик иди туда отстыковаться ну мы пешком пройдем она обычная открываха исследователь агрессор отстыковка кыш 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 не надо мне никаких подсказок присоединиться к силам альянса у неактивных врат ну я тут как бы есть или мне нужно они же сейчас не активны мне уже активны явно прыжковая врата неизвестный сектор ладно полетели вход в систему край еретиков нам в общем с другой стороны надо было присоединиться ладно полетели давайте вот так вот вжухнем по пути как обычно мое любимое никакого фокуса на нужном внимание этот сам чего я не знаю что такое королевского ой край еретиков чего-то дальше не услышал что происходит сэр на сканере необычно сильная энергетическая сигнатура похоже разрыв в опачки что ох ты ешкин кошки боже мой это сработало я только что совершил прыжок это другой барончик ха ха это невероятно простить меня странник а это босота ё-мой он другой стал вы слышали передачу альянса интересно заинтересованы ли они сотрудничество с умами научными вроде меня я босота насколько я знаю та 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 так что-то там просить врат я отметил да ё-моё блин сделайте хотя бы голос английский я успевал бы тогда переводить конечно как будет у вас время ну ладно полетели туда пустое пространство они босота изменили мне не нравится это он какой-то стал странный на вид мало того что он на моей штаб-квартире катается так ещё и внешность поменял так а у меня миссии висят приглашение в альянс дружеское приглашение но это потом к нему нужно это я понял короче это со штаб-квартирой сразу видимо начинается миссия но мы начнём вот это всё-таки это основная наша восхитительно компания не позволит сэр сэр конечно каждому этот самый каждому мы рады приветствовать для исследования сохраняйте дистанцию пока ситуация не разрешится так много кораблей я не верю что на самом деле являюсь свидетелем поистине исторического события семная секретная служба получила сигнал тревоги от врат корпус противостояния вторжению получил приказ отреагировать на угрозу с учётом возможных последствий для территории протектората мы можем гарантировать безопасность экспедиции только если её корабли будут находиться рядом с кораблями корпуса тем не менее мы настоятельно просим избегать линии огня наших орудий изначальные сканы показывают некоторую активность нам нужно подобраться поближе чтобы разобраться в ситуации специалист миссии приблизьтесь к вратам чтобы взаимодействовать с ними чтобы инициализировать прямой поток данных с борта на борт приближаемся приближаемся к прыжковым вратам приближаемся к прыжковым вратам активирую сканер получаю доступ к кабине поток данных поток данных инициализирован похоже назад назад энергия проникает боевая готовность приготовиться к атаке нормально блин сразу к атаке ничего ну что ж корпус приготовиться к перелету экспедиция подойдет поближе специалист миссии сохраняйте свою позицию и установите аванпост чтобы получать блин будет сделано сэр всем удачи синхрон перевод в принципе непростая штука еще когда это по надписям проникните через активированные врата мне все таки как-то голос проще переводить всегда было давай вот так вот сделаем погнали вход в систему бдительный присмотр исследовать новую присоединенную систему первичные сканы индицируют что система необитаемо индицирует вот это я задвинул никаких признаков барона или другой жизни биологической или искусственной это не может быть правдой вы уверены что сенсоры неисправны похоже прошло много времени прежде чем присоединились к моему виду исследователям нам нужно детальное картографирование этой системы задача лежит на вас здесь много что нужно исследовать неизвестная система и никто не будет торговать с нами как не как не это как плохо то что у нас похоже обещающий многообещающий бизнес накрывается эти только беспокоятся прибыли что там что нибудь уже открылось бдительный присмотр мы все равно что то сейчас должны найти либо следующую систему так и как далеко мне лететь сектор то большой достаточно оп оп первичные данные показали некоторые точки интереса в общем нам надо к ним лететь и там будет давай сюда сначала исследовать конкретные вот эти точки интереса то есть попросили нас сузить поиск в них ну мы это можем сделать не сложно ну поближе подлетим все таки нет все еще ничего что то шухнуло ничего не появилось ну в принципе нам наверно надо поближе еще подлететь о о какой-то астероидик появился это наверное на него сканер реагировал хотя тут блин это как бы не база оказалась какая-нибудь неизвестный объект ну да это база явно подожди я кажется получаю о нет хотя не важно ничего интересного короче говорит что сложно получать нормальные полноценные данные в этой системе так все теперь следующее наша команда подтверждает что врата края еретиков действительно настроились на систему королевский тупик и сразу после того как мы получили сообщение от баронов совпадение не думаю возможно ли чтобы их эксперименты как-то повлияли на реактивацию врат координаты и время важны но не обязательно то что но факт остается то что это королевский тупик и межзвездные дроны не самые быстрые средства коммуникации знаете ли которые да 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 теоретически связь между двумя вратами возможно но только в теории это может быть в сисе удаленной системы которые были соединены в далеком прошлом да к сожалению теоретическая возможность не означает саму возможность если активирование или перепрограммирование врат было бы простым я уверен я уверен бы что мы бы давно бы справились с этими сложностями не то чтобы сплиты давали вам свободу в ваших исследованиях могут ли за этим стоять бароны могли ли они на самом деле владеть технологией врат возможно возможно нет в данный момент дальнейшие гипотезы будут спекуляцией пока у нас не будет доказательств в виде общих данных если вы должны пояснить ваши теории ради бога о боже неужели это святая трехмерность баронское судно мой инстинкт говорит что нужно поближе посмотреть ассистент я думаю вам нужно подготовиться к исследованию ваши корабля сенсоры корабля слишком слабы для того чтобы получить сигналы ну короче нужно скафандр войти сейчас я это сделаю полетели полетели нормально сенсоры корабля слабы зато отлично скафандра агрессор отремонтировать панель ремонта давайте посмотрим сможете ли вы отремонтировать панель и получить доступ емае 1,7 км я естественно не с той стороны подлетел типично для меня отремонтировать панель ремонта я надеюсь вам хотя бы общий смысл понятия ну потому что ну реально я не синхронный переводчик я хоть английский язык вроде бы более-менее знаю но не так чтобы на ходу по тексту еще и играть при этом одновременно а понял понял короче облетаем по большому кругу невидимые барьеры барьеры какой большой корабль вот смотрите я вот где-то в середине вылез и мне еще полтора километра пилить до не самого конца то есть эта махина там километра 3-4 корабль весь разбитый побитый он все светится но они же в них живые по идее не все до конца сдохло давайте посмотрим на него поближе он какой-то такой опаленный красненький ну да я где-то вот вот тут вот на разрыве вылез ну километров шесть наверное он целиком от кончика до кончика я имею ввиду будет эпично если у меня не хватит кислорода на обратный путь но по идее должно быть должно хватить вот бы мне дали бы внутрь залезть по разбитому кораблю походить вот прикольно было бы в общем резюмируя там какие-то исследования проводили коллективные открылись врата они соединились королевским тупиком то есть пара врат возможно точнее они подозревают это так и вот мы проникли в систему в которой следов жизни никаких не было обнаружено но тем не менее нашли все таки обломки корабля только не говорите пожалуйста что с другой стороны панелька ё-моё ну серьёзно отсюда не чинится бляха муха реально с другой стороны я могу вот так облететь пожалуйста дайте мне не по длинному кругу пролететь фуф сработало а где уходи я не могу уходи а где облажен уходи 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 Так ты мне не даёшь. Чё-то как-то я не понимаю. О, всё, 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 вижу. Сейчас, копы, я туда пролететь не могу. Вот это будет номер. Панель ремонта, контейнер просто стоит какой-то. Собрать контейнер. А я могу вот так вот чисто делать? Могу. Запускаю дешифрацию и реконструирование алгоритма. Летели к своему кораблю, время терять не будем. Ой, я пропустил, да? Короче, данные говорят о том, что корабль подвергся атаке с нескольких направлений. Похоже, что операторов было мало времени на реакцию. Среагировать. Как досадно. Какой досадный случай я... Т-т-та. Передаю собранные данные. Возможно, мы сможем получить больше догадок, зацепок. Исследовать систему, да? Исследовать-то хорошо, теперь нет. Наверное, корабль мы можем вернуться. Где он? Теперь нам обратный путь долгий стоит. Давайте пока текстуру рассмотрим. Прикольно. С этой стороны солнцем освещено. Можно лучше распределить. Вот поэтому я не любитель сразу на старте играть эти дополнения, потому что вечно что-то не переведено, какие-то глюки. Начал бы через пару месяцев. Не пришлось бы страдать с переводом. И вы бы нормально бы слушали, что они говорят. Так, насколько я помню, вот эти обломки сейчас облететь надо. Ещё так я встал. Нифига не видно корабля. Разрешение на стыковку получено. Полетали на скафандре в Доварь. По-моему, у меня сейчас люк не был открыт. Да что за новые приколы? Полетели исследовать. Прямо отсюда что-нибудь. Исследователь. Не дезинфицированно, а корабль перехватывает вашу траекторию. На территории перехвата. Это первый признак в новой открытой сети врат. У нас понятия не... Исследуйте, если есть возможность. Но оставайтесь бдительным. Перехватить неизвестное судно. Пирания. О боже, чужие! Не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Я выключу моё вооружение. Слушать дружелюбного барона. Приветствую. Я рад видеть новое знакомство. Невероятно. Наконец-то мы в контакт с водными союзниками. Босс АТА, вы принимаете это? Минуту, пожалуйста. Я заканчиваю свои вычисления. Что он сказал? Барон? Серьёзно? Живой, настоящий барон? Если мои окулярные органы не обманывают меня? Позвольте представиться. Я босота. И я едва узнаю, вспоминаю другую баронскую расу. Я был... Блин. Я мог бы потратить кучу... Задать кучу вопросов, но, пожалуйста, объясните. Не потрудитесь ли вы объяснить мне? Я Нила Ти. Исследователь. Я рад провести с вами время. Как назначенный делегат Альянса Слова, Пожалуйста, позвольте присоединиться к приветствию. Для меня честь. С новым знакомством Нила Ти. У меня нет никакого официального статуса для... Но я рад видеть реально кого-то за вратами. Как вы сюда попали? Врата открылись. Мы снова соединили. Но я знаю, что это произошло со временем. Невероятные новости. Грандиозные новости. Воистину. Блин. Есть некоторые спекуляции, что баронская раса вызвала это присоединение. Сообщения ваших ученых свидетельствуют о том, что... Блин. Не можете ли вы нас сопроводить в Королевский тупик? Вы в контакте с Королевским тупиком? Это великолепные новости. Прошли десятилетия, как мы были отрезаны. Мы ничего слышали, не слышали о них. Так... Быть отрезанными от Нишалы для нас очень плохие новости. Ну, то есть, нервировали. Моя система... Короче, радуется, что встретили барона. Этот говорит, что и мы там рады от Нишалы были оторваны. Мы все испытывали, ну, горевали этой утрате. Но с доступом... Без доступа к Королевскому тупику, Королеве и Парламенту. Как вы вообще себя поддерживали в правительстве? После длительного периода хаоса, пока Королевский Стюарт что-то там не сделал, у нас были дела с ним. Будет приятно вас к нему представить. Мы должны поторопиться. Множество нужно обсудить с вашим лидером. Следуйте за мной. Ваша кавалькада любопытных существ. Баваронское общество возглавляется Королевой или... Нет, не надо так, подожди. По нашему опыту вы понимаете боль разлучения. Я сомневаюсь, что другие расы понимают биологические глубины гармонического социума. Стало хуже, чем еще было. Так... Так было все на протяжении всего времени, пока мы были отрезаны. Но опять оно и то, что были отрезаны друг от друга и от нашего дома не шалы. К счастью, некоторые системы присоединились друг к другу со временем, но никакой из них не могли назвать домом. Реорганизация была необходимостью провинциальный дрифт, так мы назвали себя в течение... Блин... Королевский стюарт вырос в этот самый... в правительство, грубо говоря. Но никто из нас не бросал Королевский тупик. Наша коммуникация с домом великолепна, великолепна, грандиозна в своей... Блин... Ух, я устал. Короче, они еще сомневаются, что Королевский тупик все еще существует. Все, он заткнулся, слава богу. Ну, суть понятна, в принципе, я думаю. Что спросили про правительство, спросили, как вы выживали. Они говорят, страдали. Сами не знали, как с Королевским тупиком связь была ли вообще. Точнее, ее не было, но они не теряли надежды найти ее. Им пришлось там новое правительство организовать, чтобы выжить. Боже! Кто-то с другого королевства. Естественно, наши отчеты были правдивы, что как только спящие врата возобновят свою работу... Вы должны понять, что снова все закрутится, вы должны понять, что это значит для содружества. Наконец-то шанс, что закончатся наши нехватки всего. Поторопитесь. Да, поторопитесь. Я должен вас предупредить, провинции течения не купаются в роскоши, как королевство. Боль нехватки была постоянная. Но наша экономика все еще страдает. Нехватка необходимых товаров, реактивация ворот, может хоть как-то снизить наши потребности. Наконец-то. То есть не снизить, как бы это... Улучшить состояние. Вход в систему. Пустынные берега. Давай вот так вот сделаем. Автопилот задействовано. Автопилот включим, чтобы хотя бы успевать читать и не одновременно рулить. Смотрите, какая у них оборонительная станция слева. Можно ее посмотреть. Защитная платформа. Надеюсь, он ничего не говорил пока. Нилота, вы привели гостей, чужаков с флотом никак не меньше. Что вы задумали? Более того, королевский стюарт, я привнес грандиозные новости. Флот, ведомый паронидом, прошел через спящие врата. Через... Так... Они соединились с королевским тупиком, общались. Но у них нет врат с ними. Но у них есть связь. Боже мой, что если... Делегация ищет аудиенции. Могу я? Да, да, конечно. Нам много что нужно объяснить. Ну да, столько много всего рассмотреть. Так, кого я должен... Ну, то есть, типа, отвлекать там, не отвлекать. Она говорит, не думаю, что у них есть другие дела. Пожалуйста, королевский стюарт, с вашего разрешения. Конечно, не лати. То есть, сопровождайте делегатов. Исследователи, вы показали полезность пока что. Я задаю вам задание встретиться с королевским стюардом. У него могут быть какие-то инсайты. Вы, очевидно, произвели впечатление на экспедицию, командор. Я чувствую, что вы становитесь во главе этого плана. Следуйте к делегации. Присоединитесь. У меня есть некоторые эксперименты, которые я должен сделать. При этом я буду присматривать за вами. Всё, стыковаться надо. Разрешение на стыковку получено. Опачки. И, что? Что это было? А, да, вот так вот, да? Не понял. Лоу, что? Он меня всосёт потом туда, что ли? Вот это неожиданный поворот событий. Ну ладно, давай. И... Мамма миа. Я подозреваю, что это глюк. Стыковка. Паронский большой корабль. Идеальная равновесие, функции и эргономики. С таким лёгким флёром. Так. Ладно, давай встаём. Тупо восхищаются. Мостик. Мостик. Тупо восхищаются провинции. Я рад представить эмиссар, приветствовать эмиссара Паранитской империи. И как только дела пойдут, я настаиваю, что вы присоединились ко мне для неформального тура, как только дела будут выполнены. Королевский стюарт Ледов, благодарю вас за службу. Теперь вы должны простить меня, я не эмиссар. Я предстою Альянс Слова, дипломатический форум и научную организацию, основанную множеством рас по всей сети в РАД. Боже, боже, у вас есть патент от империи, отколовшейся провинции в прямых... Так, я убежден, я не говорю запаранитских властей. Однако, эти новости принесут радость. Мы общались с королевским тупиком. Ограниченное, хрупкое общение, но все-таки общение. Некоторые месяцы назад мы получили слово от вашего домашнего мира. Это было душераздирающее открытие в новоборонскую расу, которая пережила отключение. Их все научные ресурсы сфокусированы на понимании манипулирования технологий в РАД. Мы скромно запрашиваем разрешение исследовать спящие врата на вашей территории. Для чисто научного интереса открыть еще аванпост в вашем регионе. Тут столько всего нужно рассмотреть. Это очень грандиозно. Это реально грандиозно. Я боюсь, должен отклонить вашу просьбу. Пока что. Мы не можем рисковать водами Нишавы. Я отказываюсь понимать. Мы просим не более чем разрешения. Мы не собираемся откачивать ваши ресурсы. Ледова. Они пытаются соединить нас с королевским тупиком. У них есть с ними связь. Нила Ти, ваша обдержимость поиском дома, исключительно ваша. У вас есть роскошь колесить по галактике в поисках. У меня есть ответственность. У меня есть обязательства перед миллиардами душ. Наши гости уже дали мне понимание, что происходит за вратами. Их ресурсы не... Блин. Приоритет нашего народа... Мы должны сосредоточиться на приоритете нашего народа. Они должны отвлекаться. Почетный хозяин. Мы, конечно, поделимся связью... Блин. Я уверен, что наши эмиссары подготовят связь, пока мы с вами общаемся. Ну, мы просто... Хватит, пожалуйста. Я понимаю ваш запрос, но я не понимаю, что... Но я также понимаю, что он стоит на кону. Пожалуйста, имейте терпение. Пока что... Так, связь, короче, отказал. Он возмутительно... Королевское... Баронское королевство... Гонится к соединению. Что вы за стюарт такой? Пожалуйста. Нечего получить нам от вас. Это абсурд. Наша работа исключительно в важности. Ваша... Так, я... Короче, где-то типа вне моей компетенции. Направляемся к доку. Поговорим там. Определенно все могло пойти получше. Но все еще не потеряно. Помедитировать между... Понятно, короче. Балансируйте между... Их партиями, чтобы найти решение. Ну, посмотрим, как они вообще выглядят. Сейчас тут немножко обсмотрю их. Какой такой... Ледове. А мне поговорить, что ли, нужно? Нет, мне не... Пока. Кто-то что-то сказал сейчас, нет? Ладно, пойдем по... По пути. О, прикольно. Давай сначала с кают начнем. Эй, ты как сюда проплыл? О, каюта точно такая же. Вообще не отличается. Искатель приключений Нилати. Стюарт не понимает разницы между настоящим и прошлым. Мне так жаль, что вам пришлось свидетельствовать эту стыдную пьесу, постановку. Ледова, и я не согласны, что это... Но он неплохой. То есть, вы понимаете? Он просто напуган. Ваш запрос в поисках дома является одержимостью? Вы тоже меня это заметили, да? Спустя время я подошел к Ледове в поисках, запросе с ресурсами. Но он пришел к выводу, что мои усилия, потраченные на предприятия, будут слишком дорого стоить нашему народу. Я должен был провести на него впечатление, что мне не безразлично мои бароны-сограждане. Я реально ищу... Хочу сделать лучше для своего народа. Служу королевству. Вы понимаете? Я не хочу привлекать слишком много внимания. Но я застрял в бюрократии королевской. Прежде чем вы что-то так сыграете прямую роль в этом, вы должны понять, как работает наша монархия. Да, меня влечет назад домой. Так. Блин. Чего он боится? Я думаю, он боится нехватки ресурсов. Он возлагает большие надежды на всю провинцию. Наша экспедиция уже столкнулась с опасной ситуацией. Опасная ситуация? Да. Сопряженная с опасностью. Провинции некомфортно близки к Харской территории. Когда святилище тьмы впервые присоединилось к провинции, это вызвало постоянные атаки. Мы едва справились с защитой самих себя, чтобы от нас не оставили камень на камне. Слава богу, сейчас все успокоилось. Вторжения Хаков ослабли. Все попытки связаться с этими полутаинственными существами провалились. Поэтому я скромно... Не скромно... Ну, короче, называю эту ситуацию прекращением огня. Как вы можете... Короче, Хаков бояться. То есть, как только начали с кем-то взаимодействовать, на них начали нападать Хаки. До свидания. Приятных путешествий. Так. Кто еще у нас тут есть? На мостике... Стандартный стыковочный отсек. Давай тут с кем-нибудь поговорим. Так, мы уже знаем, что... Они боятся нехватки ресурсов и боятся то, что любые действия навлекут на себя новые атаки. Поскольку уже это случалось, когда первые врата соединились, на них начали нападать Хаки. Что этот дурак о себе думает, а? Он не понимает всю важность нашей миссии. В чем его опасения? Мы должны продолжить. Это необходимо. Успокойтесь. Что? Короче, он психовал, типа, кем-то себя возомнил, почему ты меня успокаиваешь. Я ценю у вас вклад в миссию, но не забывайтесь, кто здесь главный. Я должен... Я должен выглядеть идиотом, то, что вернусь ни с чем. Шестой пункт. Лада Ве боится. Да, вы правы. Это очень очевидно. Я не могу... Я думаю, что есть еще какие-то причины. Возможно, он слишком привязан к роли первичного администратора провинции. Воссоединение с королевским концом неминуемо положит конец его власти и положению. Он определенно боится хаков. Да, я понимаю. Он волнуется, что наше присутствие повлечет нашествие насекомых. Альян Слова определенно готов в том, чтобы обеспечить защиту. Наши расследования не поставят под угрозу его перед хаками. Так, ладно. Пойдем теперь с ним поговорим. Не надо было так выбирать. Он, короче, на меня обиделся. Какой обидчивый говнюка. В общем, эти обещают защиту от хаков. Надо на мостике поговорить. Теперь ему наши эти выдать, видимо. Не рекомендация, как это говорит. Соображение. Так, тишина от неразочаровывающего не вторжения, а представления. Может быть, есть и положительное решение? Так, насчет угрозы хаков. Мы используем силу, чтобы разрешить ее навсегда. Или мы целимся... Мы постараемся избежать провокацию любой ценой. Давай попробуем... Нет, он, наверное... Нет, давай шестой. Это барона, они вряд ли воевать хотят. Выберем... Мы нацелимся на то, чтобы избежать провокацию любой ценой. Наша преданность к миру приветствует ваше решение. Альянс Слова для того, чтобы... Так, уважает наши мирные пути. Но ему это понравилось. Может быть, и есть мирное решение? И если вы поможете, мы можем использовать связи Нила, чтобы повысить ваше положение. Я полностью осведомлен о королевских связях Нила-Ти. При этом опции... Это очень может быть полезно. Ну, кто... Как вы это можете подкупом и так далее? Вы неправильно меня понимаете. Вы неправильно понимаете... Короче, он говорит, что... Такими способами не добиться. Конечно, я желаю вернуться в отколовшиеся провинции, в объятия теплой провинции домашнего мира. Ну, кто всем покроет все эти расходы на вооружение? И так далее. Это очень сложно. Мой инстинкт, что экспедиция не такая честная... Мой инстинкт говорит, что экспедиция не так честна, как заявляет. Ну, возможно, мои суждения неправдивы. Ну, я готов... позволить вам продолжить вашу миссию. Однако, я попрошу вас, не заставляйте меня пожалеть об этом. Будут ли врата... Ну, этот... Не знаю, как перевели тут. Переактивированы снова знания... Мы знаем о еще трех спящих вратах. Это океаны фантазии. Другое это берега. И последнее, исследованное нашими разведчиками, это светилище тьмы. Если светилище тьмы звучит... БЛИЕН! То это все правильно. Название подходящее. Оно получено из-за вторжений хаков. Даже... Пока мы говорим, у меня аж плавники дрожат. При других условиях встретиться с хаками. Каждое взаимодействие с ними ведет к ужасному конфликту. Мы даем тебе слово, Ледова. Мы сделаем все в наших силах, чтобы избежать провокации. Не... Спровоци... Да, понятно. Не могу ли я вам передать подарок? Мы подготовили для вас корабль-истребитель. Скромный подарок, но надеемся, вы найдете ему применение впереди. В будущем. Исследователи, вы обеспечили нам безопасный доступ для продолжения нашей миссии. Пожалуйста, заберите себе корабль, пусть он служит вам доблестно. Хорошо. Фух. Все, блин. Я думаю, на сегодня для этой серии все. Естественно, мы продолжим. Я продолжу сидеть и потеть, читая, что они там говорят. Надеюсь, выпуск вам понравился, даже несмотря на то, что переводчик из меня синхронный так себе. В общем, до встречи в следующей серии. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok